Всё, что ты услышишь в этом видеоролике, братик, является субъективным мнением автора. Они направлены на то, чтобы кого-то задеть или обидеть. Поэтому, блядь, не нужно, если что, меня оскорблять! Приятного просмотра. Всем привет, братья и сёстры. Здорово, отец. На связи... Как бы себя сейчас правильно назвать... Короче, любитель разобрать чужой конфликт по полочкам и записать экстренный видеоролик для всех любителей срачей в интернете. И со своим личным мнением... Отец Евген. Здоровки. Здорово, ёпты. На повестке дня у нас две очень важные новости, которые буквально вчера ошарашили всё русскоязычное комьюнити Free Fire. Прямо сейчас я хотел бы их обсудить вместе с вами и высказать своё личное мнение по поводу случившегося. Надеюсь, данный формат вам понравится, и мы будем делать это с вами намного чаще. Наверняка все вы знаете, кто такой Азан. Один из самых популярных стримеров по Free Fire на русском Ютубе. На сегодняшний день это один из самых хайповых и, наверное, скандально известных персонажей в нашем комьюнити. Да далеко ходить не надо, даже у отца Евгена с ним был недавно конфликт. Перед тем, как мы начнём обсуждать сложившуюся ситуацию, сразу же отмечу, что я положительно отношусь к Азану. Мы с ним знакомы, мы немножечко общаемся, претензий к нему у меня никаких нет. Я не раз говорил на своих стримах, что Азан для меня самый интересный стример по Free Fire на сегодня. Это реально человек хайп. Человек, который умеет делать шоу, который, на мой личный взгляд, один из самых харизматичных ютуберов, на ютубчике, и которого реально интересно смотреть не только школьникам, но и таким старпёрам, как я. Около трёх недель назад на основной канал Азану был кинут Страйк от разработчиков PUBG Mobile. Мы только-только закончили с ним наш конфликт, и он мне в личку написал, что случилось с его каналом. Я тогда помог ему выйти на человека, который кинул Страйк. Им оказался один из разработчиков Tencent Games, это разработчики PUBG Mobile. Связался с Азан тогда или нет, я, увы, не знаю, но Страйк с его основного канала до сих пор не сняли. Именно поэтому он перешёл на свой второй канал, Азан РП. И до вчерашнего дня все его стримы выходили на нём. Почему до вчерашнего? Потому что вчера на его второй канал прилетело сразу два Страйка. Нихуя себе. Азан, недолго думая, сразу после этого создал уже свой третий канал, Азан Резерв, и запустил трансляцию так. Пользуясь случаем, я прошу всех своих подписчиков подписаться на его третий резервный канал и поддержать человека, даже если вы его не смотрите. Потому что я, как никто другой, знаю, что он сейчас чувствует. Для тех, кто не в курсе, около четырёх лет назад у меня заблокировали мой канал на Вимео, где на минуточку было два с половиной миллиона подписчиков. Сказать, что я тогда охуел, это ничего не сказать. Первый страйк был кинут Азану за то, что они, Азан и его подписчики, зашли на прямую трансляцию официального канала PUBG Mobile, где, как выяснилось, проходил официальный турнир. Азан зашёл, завёз на стрим лайки и попросил своих подписчиков писать в комментариях Free Fire Top. Да, на первый взгляд кажется, что это абсолютно безобидное действие. Но все мы с вами знаем подписчиков не только Азана, но и вообще любого другого стримера. Среди них есть огромная доля троллей и токсичных людишек, которым только дай повод. Часть таких, назовём их, токсиков есть и у меня. Вместо лайков такие люди, как правило, бегут ставить дизы. Так случилось и у Азана. На стриме PUBG эти люди пошли ставить дизлайки, писать дневные комментарии, засерать игру и их разработчиков. И по итогу, если у меня информация достоверная, я до конца в ней не уверен, стоит отметить, стрим PUBG был сорван. Ожас! Я в ахуе! А транслировался, на секундочку, официальный чемпионат, турнир. Из-за срыва которого компания-организатора понесла очень большие убытки. Это деньги на организацию, это зарплаты ведущим, это перенос не только стрима, но и самого турнира. Это миллионные потери. И анализируя сейчас все потери разработчика, совсем неудивительно, почему они кинули Азаму Страйк. И как мне кажется, Страйк это еще мягко отделались. Ведь они могли на Азама и заяву накатать, правильно? И что-то мне подсказывает, что суд был бы наверняка на их стороне. Но это все лирика, друзья. Вчера Азам, как я уже сказал, получил еще два Страйка на свой второй резервный канал. Сам Азам утверждает, что Страйк он получил абсолютно ни за что. Моустримил 10 минут, никого не трогал и бац, прилетел Страйк. В объяснениях Страйку указано спам и мошенничество. Я не знаю, по какой причине ему кинули Страйк. Я лишь знаю, что было после этого. И что-то мне подсказывает, что до этого тоже. На стрим некого Алидвана, надеюсь, я сейчас правильно прочитал твой никнейм, зашли подписчики Азама и начали, мягко сказать, поливать его дерьмом. А вот когда залетают эти Free Fire топ, опим за Азама и так далее, вот это меня реально немножко бесит, да? То есть ты пахаешь, ты вкалываешь и хочешь видеть отдачу от своей аудитории, а от тебя залетают какие-то мелкие токсики, которые хрень в чат пишут и тебя от этого бомбит. Не знаю, было ли это сделано по инициативе Азама или они пришли сами, но случилось то, что стримера довели чуть ли не до белой горячки. И он начал бомбить и кидаться довольно обидными шутками. Если ты это сделаешь, он тебя заебет? Он маму свою может заебать обратно, залезая в лагалище. А че так можно было, что ли? Самолет вам по поводу всей сложившейся ситуации говорит вот что. Я к нему зашел и почему-то меня тут прям матерят, хотя я никакого отношения не имею к PUBG Mobile. И тут в мире где-то один обиженный, не очень умный человек начинает говорить не самые умные вещи и не самым умным людям. И эти не самые умные люди с призывом, жопа дана не только для того, чтобы через нее срать, а можно еще и приключения на нее искать, начинает ходить и трешить по Ютубу. В итоге у меня онлайн 210, у меня онлайн 300, накручивает онлайн мне на 1200. И теперь этот срач продолжается еще, еще, еще. И средний онлайн у меня где-то типа 400 человек. Спасибо. Аплодирую. Аплодирую, аплодирую. Ребята, это просто наглядный пример того, что вами очень легко манипулировать. И честно, друзья, с некоторыми его словами я соглашусь. Именно об этом я и говорю. К сожалению, часть нашего комьюнити это довольно токсичные люди. Да, их может быть меньше, чем адекватных, но они есть. Это маленькие капризные детишки, которые еще жизни не видели. И именно из-за них сталкиваются лбами более взрослые дядьки. Типа меня, Азама и вот этого вот стримера по пабгу Адельван. Мы не будем сейчас смотреть с вами весь вчерашний стрим Алидвана и обсуждать и комментировать каждое слово Азама и его. Кому интересно, ссылочку на его стримчанский я оставил в описании. Заходите, смотрите, а я лишь покажу несколько моментов. Мы сами зашли в Азаму страйк и кинули. Чернота, пять минут назад я даже знать не знал, что какому-то Азаму кинули страйк. Я не ебу, кто он такой, я не ебу, кто ты такой. И если хотите, он получает еще один страйк. Это мирное предупреждение. Либо вы отсюда сейчас ебете нахер, либо я возьму все, что вы сейчас тут написали, и отправляю в Ютубу скриншотами и так далее. Про Феррифайр плохо скажешь, что твой канал нахуй улетит. Про Феррифайр нихуя не говори. Конкретно в этих словах, я думаю, он все-таки больше прав, чем неправ. С чем-то я могу согласиться. Я ровно так же после дизов, после оскорблений, снял ту самую ответку Азаму и пошел на конку. Я его понимаю, нравится вам это или нет. Но все следующие его слова, его шуточки, конечно же, довольно обидные. Покажу кое-что, почему все игроки Фрифайра тупые. Самые-самые-самые тупые на свете. Их стримеры тоже самые тупые. И чуточку глупые. Потому что говорить токсикам, что они долбоёбы, и их любимый стример тоже, это... Я сейчас утрирую, если что. Какую еще реакцию ты ждешь от токсиков? Они еще сильнее на тебя обозлятся. Так работает интернет, так устроен Ютубчик, братан. После всех этих слов он начинает угрожать, что кинет страйк на Азама, что он нарушает правила Ютуба, что уже завтра на Ютубе будет гораздо меньше стримеров по Фрифайру. И тут я тоже могу его понять. После всех этих сказанных слов подписчики Азама полетели к нему на стрим и начали провоцировать его на то, чтобы он ответил стримеру Пабга. Азам, он задевает твою маму, он говорит, что ты пончик, он говорит, что ты долбоёб, иди ответь ему. И это неправильно. Это всего лишь тупая провокация от подписчиков. Да, он что-то сказал про маму, да, это была шутка в интернете, и да, она обидна. Он маму свою может заебать обратно, залезая в влагалище. И многие люди не поймут её так, как хотел её выразить автор. Да даже я бы это не понял, и для меня это было бы обидно, если бы мне сказали, Евген, вали нахуй в влагалище своей мамы, откуда ты вылез 26 лет назад. Я бы пошёл ебашить ебальник. Все люди разные. А кто-то бы просто проигнорировал и сказал, ха-ха, да пошёл ты сам нахуй. У всех разная реакция на ту или иную шутку. И это нормально. Проблема, как мне кажется, здесь в абсолютно другом. В том, что зачастую не стримеры виноваты в своих конфликтах, а их аудитория, которой нужны эти самые конфликты. Потому что за ними интересно наблюдать. Это шоу. А на ютубчике любое шоу пользуется спросом. После того, как подписчики Азама добились своего, он вызвал чувачка в дискорд и начал с ним общаться там. Азам, скажи мне, пожалуйста, откуда ты, блядь, нахуй взялся? Говорили они очень долго, и я не хочу сейчас тратить своё и ваше время, чтобы слушать весь их диалог. Поверьте, он очень большой и содержательный. И идёт около часа. Окей, допустим. Тихо. Сейчас я доведу тебя до оргазма. Возможно, даже пальчиками. Возможно, ты даже сейчас немножко так будешь сквертить и так далее. Ты, блядь, добился своего. Ты пиздатый, охуенный мужик. Ты меня переубедил. Я не прав. Я готов извиниться перед твоей мамой. А что мне, блядь, тупить с тобой? Звони маме, азон. Каждый высказал своё мнение, и по итогу они пожали руки. Да, они помирились. Точно так же, как я в своё время с Азамом. Сначала ссорились, поливали друг друга дерьмом, а потом помирились. И всё, мы другоны. И знаете, в обеих этих ситуациях есть кое-что общее. В обоих этих конфликтах были подписчики, которые подливали масло в огонь. И вот у меня сейчас один вопрос к этим людям. Зачем вы это делаете? Да, я понимаю, вам посмеяться, поржать, а вашим любимым стримерам это минус нервы, а нервы не восстанавливаются. Кто-то сейчас скажет, что я не сухой ню, но это правда, загугли. Подводя итог, что я хочу сказать по поводу сложившейся ситуации. Очень жаль, что у Азама заблокировали уже два канала. Надеюсь, что с третьим та же самая ситуация не случится и не повторится. По сути, сейчас его хобби и даже в какой-то степени заработок полностью перекрыты. И я уверен, что его это очень сильно парит. Я уверен, что ему нужна сейчас наша с вами поддержка. Поэтому я призываю всех своих подписчиков поддержать его и подписаться на его третий канал. Даже если вы его не смотрите, просто поддержите человека. Ссылочку на его третий канал я оставляю в описании. Я сейчас не встаю на сторону Азама. Я не защищаю его. Я не встаю на сторону стримера по папгу. Я поддерживаю обоих. Да, так, поверьте, можно. И того, и другого можно понять. И это хорошо, когда есть нейтральная позиция. Когда между двумя противоположными сторонами можно встать посередине. И вам, мои подписчики, я советую сделать ровно то же самое. И запомните, раз и навсегда, не нужно провоцировать ваших любимых блогеров и стримеров, друзей, родных, да кого угодно. Не нужно провоцировать их на конфликт. Любой конфликт это не круто. Старайтесь разбираться в ситуации, адекватно ее оценивать и ни в коем случае не оскорблять людей, если их мнение не сходится с вашим. Ведь оно от этого не стало неверным. Сколько людей, столько и мнений. Кому-то нравится пап, кому-то нравится фрифайр, кому-то нравится, как мне, две игры одновременно. Давайте жить дружно. Действовать, сообщай, помогай друг другу, слышать друг друга. Потому что только так мы добьемся с вами высоты. Азам, тебе я сочувствую, братик. Надеюсь, ситуация с каналом разрешится в скором времени. Не падай духом, продолжай делать то, что ты делаешь и верь в лучшее. И поздравляю тебя с лямчиком. Это прям заслуженно. Респект. А тебе, Алидван, надеюсь, я правильно сейчас произнес свой никнейм, тебе я желаю быть сдержанным и не поддаваться на провокации. И от всего комьюнити фрифайра, может сейчас это показаться глупым, я приношу тебе свои извинения. Только ради того, чтобы ты ни в коем случае не думал, что у нас только токсики и тупые бараны. Нет, поверь, братик. У нас здесь дохрена адекватных, рассудительных и взрослых людей. Один из них сейчас перед тобой. Я рад, что вы нашли общий язык, что вы помирились и сейчас все у вас чики-пуки. Ну а вы, мои подписчики, пишите в комментариях, что думаете по поводу всего этого и сложившейся ситуации. Делитесь своим мнением, мне будет его очень интересно почитать. И не забывайте ставить лайк, если согласны со мной. И дизлайк, если не согласны. Подписывайтесь на канал, если до сих пор не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеоролики. И участвуйте в конкурсе на 500 тысяч алмазов. Ссылочка есть в описании. С вами был Отец Евген. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok